В небе новенький отечественный авиалайнер МС-21-300. Презентовали его на авиасалоне «Макс» в Жуковском. Руку к созданию самолета приложили и ульяновцы. Уникальное крыло для МС-21 производится на предприятии «Аэрокомпозит Ульяновск». Высокие лётно-технические характеристики МС-21-300 достигаются благодаря передовой аэродинамике, двигателям и системам последнего поколения. В проекте создания самолета было задействовано и ульяновское конструкторское бюро приборостроения. Наше предприятие уникальное. Разработки нашего предприятия стоят на всех авиационных бортах, которые выпускаются в Российской Федерации. В настоящий момент мы стоим около стенда МС-21. Значит, это пульт уникального импортозамещения. На авиасалоне ульяновская делегация во главе с Алексеем Русских провела ряд деловых встреч и переговоров. Подписано соглашение с дочерней компанией «Ростех Авиакапиталсервис». Согласно документу, в регионе создадут компанию по лизингу воздушного транспорта. Инвестиции – 4 миллиарда рублей. Парк авиатехники, участвующий в проекте, составит не менее 10 вертолетов, в числе которых – «Ансаты», «Ми-38» и «Ми-8». На следующем этапе возможно расширение парка лизинговой компании самолетами МС-21, Сухой Суперджет-100 и Ил-114-300. Огромные контракты будут подписаны. Тоже связаны с этим большие надежды, которые в конечном итоге привезут большие результаты в экономическом плане для ульяновской области. Проведены переговоры с Объединенной авиастроительной корпорацией, обсудили загрузку с заказами ульяновских предприятий, которые входят в корпорацию. По поручению премьер-министра Михаила Мишустина в Ульяновске приступят к разработке программы по подготовке кадров для авиапрома. Достигнут договоренности о формировании рабочей группы, совместной программы, которая будет разрабатываться как раз во исполнении поручений премьер-министра, которая будет нацелена на создание всей комплексно-социально-экономической, скажем так, обстановки для формирования именно того прироста в рабочей силе и в интеллектуальном потенциале заводов. Напомним, также на Международном авиасалоне достигнута договоренность, что в регионе появится новая авиакомпания. Стороны будут развивать сразу несколько направлений – грузовую авиацию и вертолетные перевозки. Акционеры инвестировали в проект более 400 миллионов рублей.